ребят всем доброе утро всем привет во первых хочу начать видео с поздравления сегодня 1 мая всех с праздником правда видео смотрите гораздо позднее но тем не менее лучше поздно как чем никогда как говорится сейчас россии особенно в краснодаре все идут на море шашлычок под коньячок рыбалочка все как полагается здесь правда тоже это праздник это праздничный день выходной сегодня и завтра мне надо проехать через чехи как обычно в колин прага чешский будуевицы чешский круг лав это сегодня и завтра мне надо оказаться в праге это все по работе это все по время 605 автобус сегодня мало автобусов сегодня выходные еще раз говорю поэтому сейчас автобус на 625 должен быть мне позвонили люди с города чешский круг лав это люди от романа лэнгела как он и обещал а до этого вчера же я договорился на завтра на второе мая на нас с кириллом с моим соседом ждут в праге тоже собеседование будет по поводу работы это мне кажется тоже вариант очень неплохой и по зарплате и все остальное насколько я знаю работа будет в брно не будем забегать впереди паровоза потому что надо еще поехать и поговорить и общаться все поехали добрый день ну корин я хочу сказать что я три дня носил тут розовые очки когда приехал свою любимую чехию привык же сюда приезжать как турист гулять отдыхать бухать три дня то же самое было потом как только на работу вышел все сразу хоть увольняйся как говорится хоть домой уезжай адовая работа конечно если честно ноги убил спину убил по 12 часов сейчас у меня лицо не выспавшись а такое сегодня тоже плохо спал проснулся два часа ночи блин холодном поту и не знаю чё там уже сюда приезжаю как себе домой задача сейчас пойти купить билет на поезд до выдуевицы почему не на автобусе но потому что надо на автобус ехать там куда-то и идти потом неудобно поэтому сейчас также на поезде поеду до будуевицы соберу соберу все билеты все цены посчитаю сколько вышло в одну сторону доехать до чешко-будуевицы а точнее до чешко-крумлова соответственно обратно скорее всего в любом случае дешевле было бы вернуться обратно в жижилицу и завтра опять прагу приехать не знаю посмотрим если прям сильно дешево то может так сделано но скорее всего все-таки 9 гостиницу останусь в гостинице потому что транспорт сегодня не очень хорошо ходит а если бы я сегодня пошел на работу то я бы только в половину где-то с нее бы освободился был бы на остановке не какущий уставший не мы ты поэтому пришлось не идти мне сегодня на работу чтобы 628 уехать в колен и так далее сейчас возьму билет на поезд и буду звонить антону который мне будет ждать там завтра в кругове эх обидно стоял очереди 8 в 7 58 801 идет экспресс до чешского круглого но она мне не продала билет потому что я уже на него не успею никак поэтому я взял билет до чешский буду явиться то меня может быть на машине заберут встретить взял такие два бутербродика острый печет пипец через пятна смог мой поезд пойдем потихонечку на 5g вот такие у них вагоны на 6 человек сидячие все места потому что всю страну можно за полдня максимум за один цветовой день очень хорошо работают поезда ездят очень часто во все направления и соответственно без проблем можно уехать за международные переезды я уже не могу сказать сколько ехать и какие-то вагоны местные местные всего такие чешские драги это чешские дороги как у нас ржд так у них драги всем привет ребята у меня две новости хорошие одну думал начали сказать одну хорошую другую плохую о том что поезд напрямую пришел в чешской буду явиться не не так как в прошлый раз на автобусе 50 километров ехали вторая новость должна была быть плохой в том что не мог дозвониться до антона не брал трубку но минут 15 назад он вышел на связь позвонил сказал что сейчас подъедет так что две хорошие новости я сейчас меня довезут до крумлова и там будем общаться насчет работы уже этот городок как родное можно сказать уже здесь два дня был за знаю что центр куда-то в ту сторону вот это автовокзал там наверху там где экран там наверху грузится на на автобусы люди что за мной должен микроавтобус какой-то подъехать и поедем тут недалеко вот так вот здесь меня кормят заказали мне гостиницу в ческобода явится принесли такую еду вкусненько привезли мне в городок фримбург это недалеко это короче юг самый юг чехии смотрите какая красота вот это вот искусственная искусственного до хранилище самого большого в чехии тут такие уже горы леса красота чистый воздух здесь короче до границы с австрии и где-то 15 километров до границы с германией 40 километров хозяин отель отель называется лейла хозяин он азербайджанец по моему очень такой жесткий но хороший мужик мы с ним пообщались у него много чего рассказал значит потом сделали мне здесь бронь гостиницы сейчас не довезут обратно в чешско-будуевицы потому что никак уже сегодня тоже жилицы не добраться сегодня выходной плохо очень транспорт ходит также хозяин гостиницы мне еще дал 20 евро большому спасибо за это гостиница у него реклама это назвать сложно потому что какое какой изменяющий работодатель но очень приятно много этих мотогонщиков с немецкими номерами то есть границы рядом уже вот австрийская машина стоит голландская машина стоит накормили меня бесплатно сейчас отвезут чешско-будуевица вообще очень спасибо приятно но то что мне сказал конечно не радует потому что говорит что могут если увольняться с крокодила могут аннулировать визу и все и тогда депортируют вообще на пять лет закрыт будет проезд так что такие дела ладно поехали мы в чешско-будуевица сейчас меня отвезут и там уже покажу гостиницу и так далее ребят смотрите заселился я в номер стоит 700 крон я дал 200 евро который мне подарил спасибо большое директор сейчас на не помню как его зовут вот такой номерок с телевизором бодвайзер стоит бесплатный спросил бесплатно но и здесь получается такой желто-зелененькая как символично желто-зеленая плитка такой туалет прикольно лучше гостиница чем тот раз я останавливался в центре на фонтане и вайфай кстати номер есть там не было вайфай в номере все сейчас немножко отдохнуть пойду погуляю здесь здесь вот такая вот как-то называется вот такой вид открывается решил чё дома валяться уже отдохнул принципе даже поспал вышел из отеля вот такой отель называется у будвару сегодня он закрыт мне дал ключи от своего номера от вот этой двери все могу зайти в любое время думаю пойду погуляю наверно к центру посижу там на знакомых местах с рома списался рассказал ему нахер ты приезжал так тоже самое тебе и по телефону рассказать что за бред короче как-то так вот так что пойдем центр там посидим очень попьем что-то будет интересно покажу а ребята знаете почему отель называется у будвару я так думаю я даже уверен вот это вот завод местное пиво называется будвайзер вон видите написано вон будвайзер пиво это варят именно в этом городе и вот он именно завод и отель получается у завода у будвайзер такие вот дела в праге жил тот раз понятное дело не один старо праве на завода здесь будвайзера пиво прямо тянет и тянет и тянет и тянет и тянет вот написано визитер центр ну короче центр для визита для посещения похоже тут экскурсии на этот завод делает вот видите танковое пиво от эти танки знакомые места тут буквально неделю назад были говорил что не будет у меня тратарова влога ну так чуть-чуть чуть-чуть получается показывай все равно город не город вот мы у фонтана отель где тот раз остановился начался наверное сяду и буду сидеть попивать как винишко стою возле местных достопримечательностей от этого фонтана рома ленгела рассказывал про этот фонтан я не помню в каком году когда они выходили в высшую лигу чемпионат чехии как раз горит саня гео приезжал и попал на вот эту по крайнюю выездную игру после игры всей командой сюда приехали они на автобусе здесь фонтане в этом купались вот такая замечательная история сейчас пойду куда-нибудь найду какой-нибудь кафешку где чуть подешевле еда надо чуть поесть зашел короче в кафе палуба вот так вот называется заказал вот такую штучку курица с картошкой соусе каком-то стоит 195 корон уже вторую кружку пива допиваю местная быдуевицкая будвайзер по 35 корун вот так вот по улице идешь 300 метров и там фонтан то есть чуть-чуть от центра отошел тут уже подешевле немножко но так вот стоит на острове то есть вот этот центр получается на острове кафе стоит лишь бы камеру не уронить все всем приятного аппетита что какая-то порция не очень большая чувство не наемся вот так это кафешка выглядит отсюда и с улицы принципе я наелся чё 20 минут осталось до футбола сейчас местного времени без два сколько 8 25 через 20 минут футбол начнется я как раз за это время успею до отеля дойти если конечно попадется по пути какой-то магазин наверно пару баночек пива возьму русик тебе привет только что написал не в инстаграме ты же не пьешь ты же не пьешь бутылочное баночное пиво ну да не пью но редко-редко но бывает сейчас под футбольчик самое то разливного то тут в бутылках не наливать не хотя наливаю только надо собой полторашку принести но у меня нет полторашки поэтому если магазин попадется возьмем сейчас такого пива и пойдем футбол смотреть завтра тоже у меня встреча в праге теперь уже будет по поводу работы короче шел в себе в гостиницу наткнулся на такой ресторан называется перло 1962 здесь он смотрю показывает футбол сейчас начнется через пять минут здесь только пиво будвар 40 крон что ли вот такое не дешевая по 120 рублей получается я думаю не знаю может быть тайм посижу посмотрю потихонечку посижу это пиво потом как пойдет короче по пути домой зашел еще один бар он такой скромненько выглядит вот так но телевизор главное есть сейчас второй тайм начнется здесь бутвайзер стоит 38 и десяточка легенькая 28 нет 32 по моему 28 32 12 это десяточка 28 крон чем дальше от центра тем дешевле ну как в принципе везде чехи пьяненькие сидят общаются компанией у каждого на столе лежит такая вот бумажка на бумажке ой 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 привезла баварии сама себе отдал бабобы бензима 100 лет не забивался и на 2 забил так вот у каждого на столе лежит бумажка на которой отмечается сколько ты пива взял потом уже потом считают кстати такая же система была в том баре в том ресторане где я долго что сидел все короче только что закончился матч интересно конечно бавария молодцы реал молодцы и 2-2 реал вышел там на последней секунде такой блин моментище попади по мячу все теперь точно домой все спать нагулялся напился наелся теперь спать завтра трудный день завтра собеседование еще на одной работе не ребятки чё и чё не говори город чешский будуевец мне очень нравится он могу ошибаться значит я смотрел недавно статистику Прага по жителям 1300 где-то ой миллион 300 первое место Берно где-то 350 тысяч второе место чешская будуевеца по-моему где-то в пятерку кажется входит но там плюс-минус рядом могу ошибаться посмотрите статистику я сейчас точно не помню ну то есть небольшой городок но и не маленький есть куда сходить есть много тут принципе и работы главное найти конечно самое главное тут язык тут уже недалеко Австрия тут недалеко Германия это юг Чехии получается очень красивая природа очень красивый очень очень свежий воздух поэтому блин как я хочу вот здесь тут Ромка живет как бы мне бы было бы я не знаю как ему конечно но мне было бы с ним но он бы где-то мне бы помог там не знаю в футбол бы тоже вместе бы играли в команду бы он меня взял я думаю наверняка так что я бы очень хотел если честно в чешской будуевеца тут вообще о пробках и речи и речи никакой не ведется тут в будний день в час пик тоже никаких пробок нет вообще 5 машин на светофоре соберутся это для них пробки увидимся начал есть всякую гадость и такое интернет говно во флексбоксах блин новая кофта единственное что я сегодня кетчупом замазал единственное надо было только постирать и все субтитры сделал DimaTorzok